Здравствуйте! В эфире программа «Строите жить». Программа, которая наполнена полезными советами о том, как сделать ваш дом уютным, приусадебный участок красивым, а ремонт качественным и недорогим. Генеральный партнер программы «Открытое акционерное общество. Завод ЖБК-1». Вы решили построить собственный дом? Отдел ИЖС ЖБК-1 предлагает проектирование, строительство домов любой стадии готовности, подбор оплату и доставку строительных материалов в ЖБК-1. Вы владелец материнского капитала? Специалисты помогут вам вложить материнский капитал в строительство дома. Ждем вас ежедневно в будни с 8.30 до 17.30, а также в субботу с 10 до 14 часов в офисе по проспекту Славы 34А. Телефон 33-51-44. Жить и отдыхать можно в городе, за городом или на лоне природы. Департамент экономического развития Белгородской области в рамках реализации подпрограммы развития туризма, ремесленничества и придорожного сервиса совместно с Центром развития туризма «Золотая подкова» организовали тур для белгородских журналистов по самым живописным местам Белгородщины. Поехали, посмотрим. Пресс-тур по объектам сельского туризма Белгородской области – явление не новое. Такие выездные экскурсии для представителей СМИ Департамент экономического развития проводят не первый год. Два дня, чтобы увидеть Белгородскую область глазами туриста. Программа «Тура-2014» в первый день – посещение сельских усадеб в Борисовском и Гроворонском районах. На повестке второго дня путешествия – Прохоровские и Яковлевские районы. О них подробнее. Итак, первое в списке – Прохоровка. Начнем с села Радьковка и его уникального музея развития образования, аналогов которому нет ни в нашей области, ни даже в Черноземье. В здании музея 1888 года реконструированы разные эпохи образования – от церковно-приходских школ до классов начала 90-х. Попасть на урок к священнику, пописать перьями. Возьмите в ручки перышко и давайте запишем первую букву. Как называется? А. Посетить класс по ликвидации безграмотности, провести урок времен Великой Отечественной войны при свете лампы. Директор школы Галина Лавриненко признается, музей заработал только в этом году, но уже известен за пределами района. Потоп посетителей растет с каждым днем. Радует и то, что это не только школьники, но и обычные жители области. Домовитая хозяйка полетает над лужайкой, похлопочет над цветком, он поделится метком. Часто так Николай Башков, Прохоровский пчеловод, встречает гостей в своей сельской усадьбе. Его пчелопарк – гордость Прохоровского района. Все о пчеле, ее удивительных свойствах и, собственно, о главном продукте жизнедеятельности – меде. В Прохоровском районе Николай Иванович – главный специалист в этом вопросе. Оно и понятно, вся история его рода – это история занятий пчеловодством. Вообще-то пчелы летают, видите, да? У пчелы на кончике брюшка имеется что? Вау! Я тебя предупредил, что подходить сюда не надо. Вопросов масса, ответы готовы на все. Еще бы, педагог по образованию, пчеловод свои экскурсии называет уроками. Доступно, наглядно, всегда с настроением. В пчелопарке Башковых даже место есть специальное, чтобы побеседовать, поделиться впечатлениями, Николай Иванович и здесь старается увлечь. Да летит ангелок через Божий домок, летит и говорит, в нем добро мое горит. Что горит и где? Воздух на пасеке насыщен целебными парами меда и прополиса, так что даже недолгое пребывание здесь полезно для здоровья. То, что наша пасека является интересным объектом, мы уже это почувствовали, потому что экскурсий с каждым годом все больше и больше. И везут школьников, студенты едут, потому что экскурсия интересна с познавательной точки зрения. Даже пчеловоды ко мне приезжали, даже для них оказалось очень многое из того, что я рассказываю, как бы вновь. А это военно-спортивный комплекс «Атаманская станица». Село Прелестное Прохоровского района. Без преувеличения центр развития белгородского казачества. Здесь проводятся казачьи слеты, фестивали казачьей культуры. Сюда приезжают, чтобы окунуться в атмосферу казачьей жизни и быта. Сегодня станица «Атаманская» – обязательный пункт экскурсионно-туристического маршрута Прохоровского района. Знакомство с традициями славного российского казачества в пределах нашего региона возможно только здесь. Казачий храм, полевая кухня. Желающие могут покормить лошадей и даже покататься. Самая лучшая лошадь. Не только прокатиться под присмотром профессионалов, но и научиться самостоятельно управлять лошадью. Можно в Яковлевском районе. Конно-спортивный клуб «Ногу в стремя» – место, популярное не только у яковлевцев. Сюда приезжают целыми семьями из Белгорода и даже Курска. Кроме лошадей самых разных мастей, здесь есть и пони, и даже верблюды. Маленькие белгородцы своего восторга не скрывают. А некоторым родителям это место подарило надежду. Место нам очень нравится, потому что здесь общение с лошадями для детей очень полезно. У нас только Реша ДЦП вторичная, и ему очень полезно занятие с лошадями. Дети такие требуют очень много внимания, занятий. Это единственное место, где нам оказывают поддержку и бесплатные прогулки. Но это, наверное, самый грандиозный проект для развития сельского туризма всего нашего региона. Туристическая база отдыха «Родник». Только вдумайтесь, почти 12 гектаров мегакомплекса. Здесь уже готова баня на 50 человек, благоустроен пруд, к проживанию сдаются три комфортабельных деревянных сруба. В планах строительство еще 10 таких домов, спортивных площадок для взрослых и детей. Скоро здесь будет часовня, теплица, кафе и даже образовательный центр. Проект долгосрочный, потому требует не только времени, но и солидных финансовых вложений. По словам хозяйки «Родника» Татьяны Бакушевой, уже сегодня в Шопино приезжают со всей области. Когда мы начали заниматься туризмом внутренним и въездным, первое, что там сказали, что этими направлениями могут заниматься больные люди. Так вот, чтобы развивать туризм внутренний, надо быть больным. Больным в хорошем смысле это надо изучать историю, это надо изучать географию. Это надо изучать все гуманитарные науки, которые в той или иной степени несут в себе знания. А знания для туриста, для организации туризма – это основное. Экскурсионные туры по родной земле – это возможность получить бесценные знания, приобщиться к истории, провести время с пользой, да и просто отдохнуть. Кто знает, быть может совсем скоро наш регион станет центром притяжения туристов со всего мира. Нам же, белгородцам, не стоит ждать. Заказываем экскурсионный тур и открываем Белгородскую область по-новому. Предлагаю начать в ближайшие выходные. Договорились? Хороша белгородчина. Поля, леса, реки. А Сибирь не хуже. Знатоки утверждают, что в сибирских лесах свой легкий хвойный аромат. А какие дома из настоящего сибирского дерева? Экологичные, долговечные. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В современном мире дом – это место комфорта, уюта, тепла и отдыха. Не придумано ничего лучшего в создании комфорта и уюта, чем окружить себя натуральными природными материалами. Какими? Компания «Сибирский лес» реализует самые смелые планы и практические решения. В нашем регионе представляют интересы крупных сибирских производителей погонажных изделий. Это заводы-гиганты, которые изготавливают изделия из сибирской лиственницы, ангарской сосны и кедра. Иногда спрашивают, почему продукция компании «Сибирский лес» доступна и дешево. Объясню. То есть мы работаем напрямую с крупнейшими производителями, не являемся перекупщиками. Мы имеем возможность представлять продукцию из Сибири, то есть настоящий сибирский лес, ангарскую сосну и кедр, по цене равный местным производителям или даже дешевле. Это конкурентное преимущество за счет прямых поставок, за счет больших оптовых поставок и за счет нашего желания предоставить товар по оптимальной цене. Желание сделать товар доступным – главный принцип компании. Продумано все, даже расположение магазинов. Для удобства транспортировки они находятся рядом с трассами в общедоступных известных местах, чтобы с любого района города можно было подъехать и загрузиться. В розничном магазине на улице Магистральная в районе Спутника вы найдете деревянные изделия из ангарской сосны, сибирской лиственницы и кедра. Евровагонка, имитация бруса, блокхаус, террасная доска, доска для пола, сухая строганная калиброванная доска, брусок разных сечений. Обращаю ваше внимание на товар, который мы представляем из лиственницы. Это дерево по своим свойствам абсолютно уникальное. То есть, если вы знаете, весь Петербург построен на лиственнице. Это дерево имеет качество, которое со временем и с контактом шлага становится только прочнее. Вот я могу представить экземпляр Евровагонки из лиственницы. Вы видите ее неповторимый рисунок. У нее очень красивый оттенок. Даже при применении всяких красочных материалов этот рисунок всегда остается. Товар у нас представлен для широкого ассортимента класса «Дрима», где полностью можно наблюдать отсутствие сучка. Просто очень изящно и красиво смотрится в любом помещении. Есть сорта древесины классом ниже, стандарт и эконом. Такая широкая линейка товара делает ассортимент доступным для любого покупателя. К тому же в компании вам профессионально помогут в выборе материала, произведут расчет количества, проконсультируют по вопросам защиты и ухода за древесиной. Представлены несколько производителей средств защиты, в том числе продукция немецкой фирмы «Биофа», состоящая из натуральных природных компонентов. Красота внутреннего интерьера помещений с древесиной делает их уютными, способствует комфортному отдыху и расслаблению после напряженного рабочего дня. На улице заметно холодает, а это значит, пришла пора утепляться. Не только нам с вами, но и растениям на приусадебном участке. А вы как думали, всему нужен уход? Как подготовить декоративные кустарники к зимним холодам? В нашей рубрике «Зеленая жизнь». Здравствуйте! Сегодня мы поговорим, как подготовить правильно хвойные растения к зимнему периоду. На примере туи западной, обыкновенной, нам для этого будут необходимы секатор, садовый вар, веревка, садовый нож, кусочек ткани, чтобы перевязать дерево, и перегной. В данном случае перегнившие опилки. Берем секатор, с растения удаляем поврежденные ветки. Желательно эти ветки сжечь, на них может оставаться болезни, вредители. Если срез больше 5-4 миллиметров, то желательно обработать садовым варом. Сейчас мы будем вносить мульчу под хвойные деревья, что будет способствовать меньшему испарению влаги. В дальнейшем оно будет разлагаться до перегноя. И будут питательные вещества для растения. Будем вносить мульчу. Мульчирующий слой под растение необходимо вносить 7-10 сантиметров. По периметру кроны дерева. Так как у туи крона раскидистая, поэтому мы на зиму свяжем ее веревкой. И еще мы возьмем ткань, которая нам необходима, чтобы не повредился ствол дерева от веревки. Мы привязали веревку к стволу. Теперь нам необходимо аккуратненько подгибать ветки, привязывая ее к центру ствола. Прижимая к стволу дерево. Сильно не стоит затягивать, чтобы не передавить верхние части растения. Нам нужно было завязать центральную часть дерева. Эти ветки нижние, даже если снег придавит, то ничего страшного с ними не будет. Если растение одно-двухлетнее, то на зиму желательно его обвязать мешковиной, чтобы не было зимнего ожога растений. Завязываем мешковину снизу. Делаем здесь узел, чтобы не развязался. Мешковину поднимаем. Натягиваем. И начинаем обворачивать. Вот таким вот образом. Берем веревку, связываем. Просто завязываем, натягиваем мешковину, чтобы как можно меньше веток выглядывалось под мешковины. Если чуть-чуть выглядывают внизу ветки, это ничего страшного. Снег накроет их, и они обгорать не будут. Мы растения подготовили к зимнему периоду. Единственное, что осталось нам полить растения водой. Влага будет способствовать меньшему промерзанию почвы. Хвойные растения мы к зимовке подготовили. Теперь мы перейдем к лиственным растениям. Нам необходимо обрезать, так же, как и в хвойных растениях, поврежденные ветви. Ну, например, сухостой. И обрезанные ветви обрабатываем садовым варом. Нам необходимо полить лиственные растения в зимовку водой. На этом подготовка лиственных растений закончена. Если вы хотите замульчировать растения, можете замульчировать. Но это не обязательно к зимнему периоду. Керамзит по выгодным ценам. Если вы не успели записать необходимую информацию, не расстраивайтесь. Редакции программы ответят на все вопросы. Звоните нам в 584-404 или заходите на наш сайт мирбелогоре.ру. Здесь всегда свежее и самое интересное видео. Здесь же все выпуски программы «Стройте жить». Вам есть что предложить застройщикам? Мы готовы об этом подробно рассказать. Следующий выпуск программы смотрите 3 ноября в 20.00. Стройте свое будущее вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин